Какой огромный арбуз в раковинку и капулесть. Она сама падала. Да? Большой стиль. Одной рукой есть арбуз. Тихо. Вот он какой. Он реально вкусный. Сладкий-сладкий. Замораживаете арбузы? Сразу говорю. Мы замораживаем. Решила попробовать. У меня такой красивой нарезки, конечно, нет. Скоро будет. Так что, вот, посмотрим, что получится. Так, ну что у нас тут? Я тут продолжаю экспериментировать. Закипела. Сейчас 10 минут покипит. Оставляем до полного остывания. Часа на 2-3. И переходим к третьему заключительному этапу. Ну что, мы переходим к третьему этапу. У нас варенье остыло, наше арбузик. Сейчас уже у меня скоро закипит. И я сейчас буду добавлять, так как арбузные корки, они почти ничем не пахнут. Аромата у них особо никакого нет. Я добавлю здесь 1 лимон. У меня 2 килограмма, напомню, арбузных корок. 1 лимон нарезала и 6 штучек гвоздики. Это все сюда отправляем. И добавлю здесь ванильный сахар. У меня ванилин. Ванильный сахар сюда добавим. Просто там, там, по чуть-чуть. Так, перескручиваем, чтобы этого будет достаточно. Если у вас ванильный сахар, то вот таких 3-4 упаковочки. Если сахар, этого не будет. Сейчас мы будем варить дольше. Не 10-15 минут. А уже до готовности. Где-то ставьте время на час. На медленном огне, как минимум. А я варю зелье. Вот такое зелье. Все, пока горячее. Сейчас будем укладывать в баночки. Приготовила баночки. Вот так. Так, с 2-х килограммов в корочек у меня получилась вот такая баночка. Литровая и вот вторая, но немножко. Я полностью не стала забивать. Сейчас буду в коробочек наливать. Вот такая вкуснота. Вот такие цукаты получились. Вот, в следующий раз еще сварю. Попробую красивым нарезным ножом все это нарезать. Получается очень вкусно. Ну, посмотрим, как детки еще не пробовали.